Героиня нашего следующего сюжета доказала, что и женщина может добиться успеха в бизнесе. В этом году на празднике, организованном в честь Дня предпринимательства, Зоя Скребец победила в номинации «Женщина-предприниматель». А фото на районной доске почета еще раз доказывает признание ее труда. В чем секрет ее успешного бизнеса, смотрите в материале Тины Капачевской и Михаила Варгулева. Свою трудовую деятельность Зоя Скребец начала еще в советские времена. 25 лет она проработала в колхозе «Путь к коммунизму». Трудилась сначала учетником в колхозе, потом пошла по карьерной лестнице вверх, стала бригадиром, а после секретарем комсомольской организации колхоза, начальником отдела кадров. В 1996 году, во времена перестройки, когда многие остались без работы, Зоя Филипповна решила открыть свой бизнес. Мы открыли сразу маленький ларек, 2 на 4 метра, возле магии. Раньше был ларек там. После этого мы переехали на это место, вот Агельско-Партизанско на углу. Сразу поставили ларек, такой вот 5 на 6, 30 квадратов. И начали торговать. Торговали мы в основном продукты питания, вот. Но самое основное было хлеб. Хлеб мы торговали очень много хлеба, по 40 лотков в день. Также торговал хлебозавод хлеба, потому что всегда мы свежий горячий хлеб привозили. Люди ехали даже с другой части города для того, чтобы у нас взять вкусный хлеб и все свежие продукты. Бизнес пошел в гору. И Зоя Филипповна решила, что нужно его расширять. И взяла в аренду еще 5 магазинов. Все они пользуются популярностью среди славянцев. Приоритет Зоя Скребеца дает кубанским производителям, в том числе и славянского района. В торговых точках общества «Казак» очень строго соблюдается детский закон. В магазинах не продают сигареты и алкоголя несовершеннолетним. Помимо продовольственных магазинов, Зоя Филипповна открыла еще магазин концтоваров. А самой большой ее гордостью и отдушиной стала парикмахерская Марина. Работает она всего год, но постоянных клиентов уже хватает. Я хотела сказать спасибо большое Зое Филипповне, что открыли в нашем микрорайоне парикмахерскую. Очень удобно. Здесь девочки очень хорошие мастера, приветливые. Я вот уже к Леночке хожу, к Юле постоянно. Так что мне нравится, очень удобно. С коллективом Зоя Филипповна в хороших дружеских отношениях. В ее подчинении 40 человек. И для всех она обеспечила хорошие условия, достойную зарплату, полный соцпакет. Упорный труд, лидерские способности и умение руководить большим коллективом – это именно те качества, которые необходимы для того, чтобы быть предпринимателем, признается Зоя Скребец. Как говорится, я без нее жить не могу. Я могу 24 часа в сутки приезжать, я могу на любой магазин приехать. Днем, ночью, все равно. Я могу встать. Я не то, что мне лень или не лень. Я могу встать и поехать на любой магазин, посмотреть, что там делается, как там продается, в каком состоянии все, в санитарном состоянии все. Я просто без него, я себя не представляю без этой работы. В планах у Зои Скребец сделать немало добрых дел. Например, она хочет еще открыть аптеку и столовую. А это значит обеспечить еще больше людей рабочими местами. А для жителей северной части города – это возможность иметь в своем районе все необходимое. Предприимчивость, энергичность и умение работать на перспективу – вот главный девиз Зои Филипповны. А в этом и секрет ее успеха.